всех приветствую это будни московской бирже сегодня будем говорить про российские бумаги что там происходит куда все идет как переживают российские компании санкции в общем постараюсь рассказать приближаться и по макроэкономике что творится в экономике и что творится в этих компаниях и так давайте начинать но прежде на всякий случай напомню напомню что у нас вот такое есть сообщение значит захарова заявила что youtube подписал себе приговор официальный представитель мид россии призвала россиян побыстрее сохранять контент и переносить его на российские платформы ранее google заблокировала youtube канал дума тв но то есть в google прямо так вот лезет лезет максимально чтобы youtube точнее чтобы его заблокировали но с одной стороны зачем размещать канал дума тв на как бы платформе youtube где очевидно есть американское до влияние тлетворное да и где очевидно если есть санкции просто канал забанят то есть мне кажется просто ли всем там государственным или около государственным органам просто нужно на ручьюбе свои каналы открыть на ютюбе при том закрыть и никогда их там не вести зачем на ютюбе ввести если есть ручью то есть подайте пример давайте прежде чем закрывать youtube просто все государственные и близкие государства там какие-то каналы будут на ручьюбе то есть подайте минут мы там теперь отлично и там никого блокировать не будут понимаете все будет хорошо вот а тут получается дума тв заблокировали и тем самым youtube подписал себе приговор но это дума тв да мы с вами смотрим там развлекательный контент какие-то инструкции по сборке и так далее при том если посмотреть на ручью вот мы сейчас реально да канал уолл-стрит про ряд других наших каналов мы пытаемся на ручью перейти чтобы как бы бэкап сделать но честно вам скажу на ручьюбе но это это как не за пересесть там с хорошую хорошего автомобиля где ничего не ломается гарантия 5 лет или 150 тысяч километров на там вас 2106 да вот это примерно такое ощущение потому что когда ты отправляешь на ролик в ручьюб вот который сейчас вы смотрите на ютюбе он заливается и через пять минут я могу выложить там нету при модерации а ручьюб может сутки при модерировать зачем зачем при модерировать зачем вот эти вот из разряда поэтому ребят поскольку творится всякое странное на всякий случай напоминаю что у нас есть телеграм-канал здесь мы много что интересного выкладываем очень много что интересно поэтому подписывайтесь там будут эти просто завтра проснетесь а youtube за забанен и у вас нету vpn а вдруг вдруг вы такой найти а мы такие на эти белоперчаточники то есть а зачем нам vpn ну раз youtube забанит ну значит так ему и надо окей окей ребята не вопрос я буду в телеграм-канале скидывать ссылки на youtube в любом случае на ru tube и на какой-нибудь еще сервис например вконтакте буду все вот и смотрите где вам хочется найти те кто поддерживает блокировку ютюба смотрите на ru tube и те кто не поддерживает смотрите на ютюбе и ставьте vpn и вот и все а мы переходим к главному теперь что же творится с российской экономикой и так поехали ссылочку на telegram оставляю на паблик контакте оставляю внизу что же давайте начнем с этой новостью мы уже вроде как разобрались то есть наши рекомендации переехать просто на ru tube всем кто боится что их каналы забанят или кому уже забанили а всем остальным оставаться и спокойно дальше работать и так значит начнем с как бы с хорошей новость на самом деле а связи с тем что мы видим творится сейчас в санкционной такой риторики очевидно что россии без криптовалют теперь никуда по по разным причинам дачу с моих озвучим поэтому минфин рф внес правительство доработанный законопроект о регулировании цифровых валют уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта о том в числе касающейся деятельности по осуществлению цифрового майнинга говорится сообщение на сайте министерства правда там был такой прикол что типа давайте-ка майнить и только на российском оборудовании которого не существует знаете как зак давайте и создадим закон разрешено ездить только теперь на автомобилях произведенных произведенных в россии только из российских комплектующих я думаю на следующий день ни один автомобиль может кроме танка да на на улицу не выйдет поэтому какие-то инициативы конечно проходят но надеюсь я никогда не дойдут до закона закона уже вот так же значит документ предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка включая порядок совершения операции с цифровыми валютами и их выпуск а также определение особенностей деятельности субъектов криптовалют то есть в целом мы сейчас видим что криптовалютной индустрии в россии стартует уже мы до меня доносятся слухи что ряд крупнейших российских банков уже готовят платформы платформы для торговли крипто и поэтому 2022 год для россии станет годом когда крипта значит наконец-то я думаю станет реальной вернее реальный станет реальный место значит станет нормально регулироваться и мы может быть на московской бирже скоро с вами увидим а торги биткойны фирчика и так далее так далее все это будет еще брокеры за нас будут платить все налоги вот это будет классно поэтому в буднях московской бирже или мы может быть отдельно будем скоро выпускать конечно будни криптовалютного рынка я думаю а через месяцок-другой может быть такое видео и устроим поехали дальше значит вчера вышли данные си н.н. которые сказали что значит россия дефолтнула по своему значит внешнему долгу это заявили на самом деле snp потом это подхватила cnn и сегодня минфин сказал что все это в раке то есть все это не так россия платит это все они значит что для нас это значит да то есть этот дефолт на самом деле фактически ничего просто россия может оплатить свой долг здесь больше идет пиар программа наверное нас самих западных стран потому что по сути они заблокировали возможность россии выплачивать то есть знаете как у вас есть деньги чтобы заплатить по ипотеке но вы приходите этим деньгами а вам говорят но понимаете мы не хотим от вас брать вот да вы нам должны но мы брать от вас не хотим вот не хотим все теперь мы давайте подождем месяцок пока вы там просрочку сделайте а потом на вас в суд подадим и пойдем по судам с вами да и в суде они скажут что мы как бы не хотим принимать ну то есть начинается этот бред для чего это все делается на мой взгляд опять же на мой исключительный взгляд не претендую на истину в последней инстанции конечно же это в на весь мир через 30 дней потому что россия получается в рублях должна хочет заплатить но и не дают но через 30 дней и технический дефолт этот превратится в настоящий дефолт то есть когда россия уже не сможет долларами оплатить свои свои облигационные займы и тогда естественно западные сми а сенан видите была первой ласточкой начнет разносить по всему миру что россия впервые такая огромная страна 21 веке объявила дефолт то есть вот до чего довели до дефолта то есть санкции довели до дефолта вот это они хотят раструбить и это большая на самом деле это такой некой клеймо они хотят поставить что видите россия не смогла по своему обязательству расплатиться и там рядовой какой-нибудь австралиец или там не знаю китаец не сильно будет там разбираться почему это не произошло они будут просто читать новости там начался конфликт нам россии украина потом проходит месяц там полтора и там россия дефолтнула вот как будто последовательность они конечно хотят увидеть но видите как работают очень хитро это первая новость то есть здесь фактически больше идет урон имиджа да но и там правда все нэн же если посмотрите этот ролик там эксперт говорит о том что значит это повлияет на будущие ставки для россии то есть будущее заимствовали для россии будут более высокие но мне кажется тут уже ничего не повлияет так сильно как просто санкции на россию и возможно занять долларах у нее уже и так не осталось поэтому в принципе как-то физически это уже все равно как но мы еще вернемся к долгу и к евробандам про это поговорим чуть позже еще одна новость да и в принципе уже это предрекают многие финансовые институты про аналитики том что товар сегодня кудрин заявил что ввп россии упадет более чем на 10 процентов по итогам года это колоссальнейшее падение и не помню когда такое большое падение было у россии по ввп и и получается что мы по уровню валу внутреннего продукта и ежегодного упадем посмотрите к уровню примерно 2 середины двухтысячных годов то есть откат по ввп будет лет так на 12-15 назад то есть настолько сильное падение принципе мы с вами видим что с 2010 года ввп россии просто в бок стоит то есть идет стагнация до до 2014 года был рост но с 14 года опять начинаются санкции и эти санкции приводит тому что ну в том числе санкции ряд других экономических последствий ведет тому что ввп россии не растет ввп россии в 2021 году ушло с десятого ушло точнее из десятки крупнейших экономик мира по внутреннюю валовому продукту мы сейчас вам не берем по паритету покупательной способности просто вот именно в доллару эквиваленте заняла 10 место южная корея с населением около 50 миллионов человек 10 9 место занимает канада с населением порядка 38 миллионов человек то есть 9 10 место но я даже не говорю про францию там италию то есть экономики которые в три раза меньше российской по численности населения генерируют больше долларов ввп как почему мне тогда так вопрос почему 150 миллионная населенная страна имеющая огромная залежи нефти металлов одна из крупнейших экспортеров по зерновым 3 треть мирового производства алмазов про лес там молчу просто есть все-таки технологии там атомные так далее не производит продукции то есть население в три раза больше чем маленькая корея с населением в 50 миллионов человек у которой практически но там нету полезных ископаемых там да у них сильно развита допустим сталитейная отрасль но в целом это повод задуматься об эффективности труда среднестатистического россиянина да почему он производит в три раза меньше по сути там на человека чем маленькая южная корея но если посмотреть динамику то есть если по действительно предсказание кудрина и ряд других аналитических агентств а говорит о том что российской ввп 22 году упадет на 10 процентов то по сути если мы берем с вами 21 год 1 6 триллиона было ввп мы опустимся на где-то наверное 14 строчку мы будем между австралии и испании вроде неплохо да между австралии но мы ниже бразилии опустимся ну и там уже недалеко до индонезии там пару строчек уже индонезия вот да то есть получается не очень-то привлекательная картинка и я боюсь что это даже не конец это только начало потому что если мы с вами посмотрим историю санкций которые были наложены на иран там в десятых годах то мы увидим что ввп ирана снизилась 600 миллиардов долларов до 200 миллиардов долларов за 11 лет после начала санкционного давления то есть по сути в три раза сократилась я конечно не думаю что ввп россии сократится в три раза но вопрос о том сможет ли расти ввп россии на фоне таких а тяжелых санкций остается открытым это мы с вами сможем увидеть не ранее то есть вообще как будет развиваться динамика всего этого не ранее наверное 2000 там конца 3 23 24 года будет ли какой-то вообще отскок то есть а многие аналитики западные предсказывают что после такого падения в 10 процентов будет просто дальше боковая динамика то есть падение сильного может не будет но от отрасти уже будет крайне крайне сложно если мы теперь на все это да наложим как же себя вели на допустим экономика сша пожалуйста то есть экономика сша это вместе с экономикой китая это практически постоянный рост за исключением 2008 года когда была рецессия в сша и 2020 году когда был пандемический период пандемии рецессии то есть вот как нарастили с 2000 года ввп то есть ввп сша с 2000 года вырос на с 10 триллионов до двадцати двух триллионов то есть набрал 12 триллионов то есть больше ста процентов вот для примера да то есть показываю когда есть санкции когда нет санкций как происходит динамика хорошо теперь возвращаемся немножко на то здесь к сожалению видите пока не очень все хорошо возвращаемся теперь к евро бандам вышла сегодня хорошая новость о том что схема с разделенными выплатами по евро бандам заемщиков из рф позволит доводить деньги до российских держателей каким образом это нас касается например наверняка и мало кто из вас держит напрямую еврооблигации россии да или евро на облигации корпоративные но если вы держали и тифы дали бы пифы допустим того же сбербанк или втб которые инвестировали в еврооблигации то как раз и в том то и проблема что вы не могли получать по ним никаких выплат и так далее например у меня есть мой портфель на моего там ребенка где часть этого портфеля были чисто евро банды и запакованные через биржевой по его инвестиционный фонд и там по сути сейчас не торгов не выплат ничего нет если соответственно минфин сможет сделать так чтобы действительно было разделением то в этом случае хотя бы портфель начнет пополняться деньгами да вот этими пускай в рублях то есть по курсу цб меня вполне устроит это там ребята запада начинают естественно свой нос скривить потому что чем им рубли они не живут россии но для нас рублей вполне достаточно пускай даже конвертут я согласен по курсу цб пусть конвертнут эти облигации в рублевые я хоть смогу получить свои рубли и там вложить эти рубли в какие-то российские банды то есть я бы минфин еще бы им дал такой совет чтобы они конвертировали эти еврооблигации потому что они заморожены вы какие-то рублевые части но это сложно там скорее всего это из-за евроклира это невозможно сейчас сделать но по крайней мере выплаты то что будет в рублях проходить хотя бы так то хотя бы так хотя бы с другой стороны погасить они тоже потом могут наверняка в рублях тем кто находится здесь в россии а тем кто на западе но когда евроклир разморозит это и разморозит то есть надо спасать хотя бы тех людей которые в россии которые инвестировали в российские евро банды их надо конечно спасать и вытаскивать из этой передряги хорошо идемте дальше значит инфляция в россии уже да то есть 18 и 7 процентов по году ожидается то есть вот сейчас мы в моменте там не за как дальше будет выруливать будет ли снижаться или не будет держаться это конечно же самый высокий уровень с тоже середины 90-х годов потом правда была девальвация но скажем так с 2000 года за 22 года это самая высокая инфляция которую мы наблюдаем сейчас в мире тоже везде инфляции там в германии с 60-х годов самая высокая инфляция в америке с 80-х годов самая высокая инфляция здесь ведь у нас накладывается еще и санкционная инфляция то здесь у нас двойная двойная инфляция идет ничего хорошего этого нету сейчас ставка cb снизилась до 17 процентов это ниже чем инфляция то есть получается даже вкладывая под 17 процентов мы все равно не обгоняем инфляцию это конечно тяжело тяжело такое хотя американцам сейчас тоже не сильного их ставки сейчас в банках полпроцента при инфляции сегодня вышла инфляция сша восемь с половиной процентов то есть если вы вкладываете в российские руб облигации там под 17 и при инфляции 18 7 то у вас хотя бы 1 и 8 это отрицательная данная чистая доходность а в америке у вас будет 8 процентов отрицательной чисто доходность то есть им даже там еще хуже теперь дальше значит власти рф контролирует ситуацию в экономике что позволит cb в течение полугода снизить ставку до 10 процентов снизить ставку до 10 процентов при инфляции 18 процентов в россии это весьма такое кач надо снижать с одной стороны надо потому что в этом случае у вас кредитный рынок полностью практически заморожен то есть ипотеку не берут машины не покупают кредитование стоит это останавливает в целом экономика то есть опускать ставку надо конечно это без вариантов но делать это по турецкому сценарию когда у вас инфляция 18 20 процентов а ставка ключевая 10 это вопрос очень и очень спорный потому что господин эрдоган президент республики турция уже эксперимент от хорошо проводит и мы видим что инфляция не просто не тормозит она растет до 60 процентов поэтому снижать ставку до 10 процентов при если инфляция будет не тормозить и конечно этого не случится я надеюсь что это не случится потому что в этом случае мы не деловую активность мы тогда получим инфляцию или можно же гиперинфляцию когда ваши деньги ваши доходы просто будет превращаться в труху вот ладно но то есть план по крайней мере понятен даст буду стараться снижать ставку насколько это возможно но я надеюсь что с учетом инфляции и инфляционных там трендов которые будут на тот момент идти если они будут расти вверх и снижать инфляцию на этом это опасно это я думаю любой экономист подтвердит хорошо переходим следующему моменту что сейчас индекс так называемый комодитис это на то товарный рынок индекс товарного рынка от bloomberg а сейчас находится какой-то в различные индикаторы технические в перекупленность то есть ценник колоссальный то есть рост был очень сильный это вызвано как мы видим с вами том числе инфляции с задержками в поставках отдельных там продуктов от нефти до металлов и на сейчас он перекупленный да то есть по индикаторам перекупленный наверное помимо санкций до которые сейчас наложены на россию вторым важным риском который я хотел бы сейчас выделить это действительно цены на комодитис потому что вот мы с вами поговорим профицит все-таки торгового баланса это том что в россии поступает достаточно большое количество валюты то есть высокие цены на нефть высокие цены на металлы высокие цены там на на пшеницу на удобрения завозят в россию большое количество вот этих самых долларов евро и так далее и это сдерживает на самом деле курс валют это сдерживает а цены на акции потому что даже при том что сейчас последние дни снижаются все равно эти компании в той или иной мере опять же не все продолжают зарабатывать неплохие деньги но если цены на комодитис на фоне глобальной рецессии начнут снижаться а глобальная рецессия сейчас в одном шаге мать и и то есть если ситуация не нормализуется в ближайшее время вопрос рецессии это вопрос ну не знаю 6 12 месяцев когда в сша может случиться эта самая рецессия то есть двадцать третьем году легко это может быть и рынке сильно завалится потому что при рецессии никто ваш комодитис покупать не будет а значит они спикируют вниз а как мы знаем что происходит к лайкла по классической схеме когда происходит в мире глобальная рецессия американские фонды в рынке падают 30 40 процентов цены на нефть на металлы снижаются иногда и на 50 и на 80 процентов что в этом случае будет с рублем я думаю всем понятно то есть когда экспортеры просто вместо 400 500 миллиардов выручки которые не приносит в россию станут приносить в нее там 200 к примеру да легко то есть и тогда вопрос будет открытый поэтому наверное второй риск сейчас высокие цены на комодитис которые могут в любой момент обрушиться если в мире начнется рецессия чем выше цены на комодитис тем более высока вероятность самой рецессии поэтому особо не надо радоваться когда там нефть уходит в небеса потому что после такого ухода в небеса на произойдет точно такое же обратное движение вниз и уже она снизится нам со 120 долларов куда-нибудь до 40 и вот тогда вот тогда цены на российские акции будут мягко говоря тут не только под санкционным давлением так еще и под ценовым давлением поэтому здесь бы я как говорится молился за то чтобы цены на комодитис продержались бы хотя бы года полтора-два пока российская экономика проходит так называемый транзиторный процесс переформить переформатирование потому что с порвались очень многие цепочки продаж очень большое количество клиентов особенно из европы в америке там ряд других стран пересмотрели свои контракты и сейчас приходится поставлять и придется поставлять часть этих комодис и сейчас металлов нефти на азиатский рынок но там тоже конкуренция высокая не все объемы могут быть съедены поэтому потребуется говорю вот год-два чтобы перестроить эти цепочки поставок если в этот период еще и бабахнет снижение цен на эти самые комодитис это будет очень серьезный удар поэтому скажем так будем надеяться что действительно у российских компаний есть вот это от года до двух высоких цен на комодитис чтобы спокойно без каких-то сильных резких движений там увольнений перестроить цепочки идемте дальше цб отменил комиссию в 12 процентов при покупке валюты эта новость уже достаточно старая но она была воспринята очень положительно мало кто хотел покупать во первых теперь валюту потому что были введены жесткие ограничения в виде того что не вы нельзя было выводить за рубеж практически деньги нельзя было выводить кэшем то есть ничего и зачем тогда нужны были эти доллары да сейчас еще плюс комиссия была 12 процентов комиссия снята мы видели хорошее движение вверх до 80 по доллару 75 прямо одним днем туда мы сходили но тем не менее если мы с вами посмотрим то есть почему нас курс падал я думаю в прошлый раз объяснял но профицит так называемый текущего счета платежного баланса рф то есть у вас экспортеры привозят огромное количество выручки эту выручки 80 процентов по закону они должны продавать продавать там банкам банки потом могут в рынок лезть лить этого на московской бирже и сегодня вышла статья в коммерсанте о том что значит ряду экспортеров очень сложно продать тот объем выручки валютный потому что ну видимо не хотят продавливать сильно рынок когда не видим начинает это большой объем скидывать тут же цена на рынке теряется то есть падение там под мы видели самая низшая точка по доллару была в районе 70 70 1 рубля за доллар и сразу скажу что такой курс в 71 рубль очень даже не подходит правительству потому что чем ниже курс доллара и чем как бы крепче рубль тем меньше доходов в рублях получает собственно бюджет и я так вот помышляю что как только курс рубля действительно снизился ниже 75 тут же на следующий день даже в этот же вечер мы с вами увидели сообщение о том что цб снимает вот это ограничение виде 12 процентного 12 процентной комиссии плюс там они еще разрешили вводить день до 10 тысяч долларов за рубеж частным частным инвесторам частным лицам то есть видите они сейчас пытаются на мой взгляд стабилизировать курс где-то около какой-то отметки который по их мнению является наиболее оптимальной но мы можем только гадать какая-то отметка но я думаю что где-то 80 до то есть диапазон наверно 80 90 для них является более менее приемлемым говорю опять же это гадание на кофейной гуще но судя по всему как только курс идет к 70 тут же появляются некий словесные интервенции даже изменения в подзаконных актах дай там директивах не на как правильно называется о том что будут отменять и так далее то есть они скорее всего будут пытаться удержать где-то около 80 курс доллар потому что 70 мало 90 уже немножко пугающий это разгоняет инфляцию а 80 это где-то близко до кто того курсу который был до 24 февраля который в принципе нейтральный наверно все где-то 77 там 83 давайте вот так вот очень жирными мазками я так бы считал бы что это более-менее такой декват курс который не разгоняет инфляцию и не заставляет людей нервничать и пугаться и так далее поэтому я думаю где-то курс может стабилизироваться около этой отметки то есть если что экспортера продают здесь если пойдет слишком низко вниз видимо тогда отменят 80 процентную квоту на продажу снизить и там допустим до 30 процентов ну то есть они будут стараться сейчас удерживать где-то вот этими нормативными актами курс стабилизирует в районе 80 ну опять же это мое мнение хорошо немножко с макроэкономика разобрались надеюсь было не скучно но мне чтобы понимать куда идут акции данном обязательно нужно понимать макроэкономические условия да где ставки где там безработица где там экономика где там ввп куда все идет потому что это все взаимосвязано если у вас мвп льется вниз то очевидно ждать там пройти большой от акции не стоит теперь переходим собственно к рынку да то есть к фермерскому нашему фармерс маркет сейчас уже поговорим чуть более плотно под этими корзинкам то есть по по секторам пройдемся там банановый сектор пройдемся тыквенный сектор и разберемся что там происходит итак давайте начнем с первого важного момента это том что госдума приняла закон о делистинге компании рф с иностранных бирж вообще вот это гэд наличие гдр и адр на российских площадках точнее адр то в америке но наличие гдр здесь при том что у них по сути основной лист был в лондоне или там во франкфурте где-то но в лондоне основной листинг во франкфурте был дополнительный листинг привел к тому что невозможно теперь нормально торговать российскими акциями то есть то что выстраивалось 30 лет когда российские там компании с начала в 90-х там начале двухтысячных они шли в лондон они там размещали свои акции в виде глобальных депозитарных расписок почему они размещались там ну потому что там денег много то есть вот эта система англосаксонская которая была построена плюс есть туда еще присоседились ребята из германии с франкфуртской бирже то есть размещение в лондоне размещение в нью-йорке размещение во франкфурте это большие рынки капитала то есть ты приходишь и ты там набираешь миллиард два три пять 10 миллиардов долларов начало двухтысячных годов и середины двухтысячных хотя российские экономии как мы видим в паха хорошо росли денег внутри системы которые готовы были дать 23 5 миллиардов там на условном айпио не было то есть никто не хотел этого давать и денег принципе не было поэтому корни вот этих гдр и одну идут вот конец там не за 90-х начала двухтысячных годов то так она принципе осталось так работала и на самом деле что вы понимали большая часть того презентационного материала тех отчетов которые компании публиковали которые мы для вас разбирали последние годы это все отчеты не для нас с вами мы с вами такие мелкие частные физики на которые начали на самом деле обращать внимание только год назад еще от реально да там 2000 наверно девятнадцатого года наши с вами любимые компании российские в основном общались только либо с институциональными инвесторами в россии то есть фонды и управляющие компании брокеры либо и летали в лондон франкфурт нью-йорк и даже некоторые наши российские компании летали в майами что презентовать вот ну то есть нормально проводили так время пообщались здесь пообщались здесь продали акции в общем все шикарно так вот и это все было делано для них то есть у нас даже ряд компаний презентации делали нам только на английском языке не на русском сейчас же да когда лавочку прикрывает то есть госдума принял закон о делистинге компании срф купите в россии получается иностранным инвесторам сейчас ну по сути практически невозможно что-то там а тем более вывести деньги или акции то по сути наш рынок ну что вы понимали замыкается локально сам на себе то есть мы теперь будем вариться в собственном соку а запертые иностранные иностранцы будут на это смотреть как вот чё там при точных просто со стороны находясь в акциях и того же газпрома и так далее то есть они ничего сделать не смогут с этим поэтому когда рынок начинает вариться в собственном соку мы уже сейчас с вами увидим там что говорят отдельные компании они перестают выпускать отчетности они на перестают публиковать какие-то раскрытия данных и так далее то то есть рынок начинает на мой взгляд деградировать это вот мы рынок начинает конечно деградировать то есть когда у вас нету поступление внешних инвесторов не забывайте что внешние инвесторы это же еще как бы высокая корпоративная культура одно дело когда там дмитрий черемушкин приходит на конь собрание акционеров там какой-нибудь компании российской говорит а чё это у вас здесь тоже за цифры вообще непонятно откуда она взялась если мажор имеет там большую долю скажет дмитрий черемушки охрана нахер его выгинете пожалуйста из зала что-то он тут лишние вопросы задает другое дело когда крупный институциональный инвестор типа black rock а там с наличием даже пяти процентов акций компании приходят и спрашивают откуда взялась эта цифра и на эти бухгалтеру ли финансовому директору приходится как бы потея отвечать откуда эти цифры взялись плюс еще не забывать что работает большая там четверка да называется этих большая четверка аудиторов который сейчас перестанет работать они тоже за ними проверяли то есть идет со всех сторон некий такой контроль до чтобы вы четко все делали потому что вы работаете глобально на весь мир и с вас там спросит если что подадут суд если вы обманули и так далее что сейчас будет когда по сути останутся только физики мы с вами которые дан так давайте мы частные инвесторы которые до можем в суд на кого-то подать но блин но это такие будут редкие случаи да или там сильно ковыряться в отчетности куда-то там лезть за какой цифрой не будем это же не наш там работа часто западные аудиторские компании тоже перестанут проверять то есть что к насколько качественно будет аудит после этого насколько он вообще будет репрезентативен вопрос открытый поэтому 30-летняя экспансия и как бы работа на глобальный рынок где есть вот эти сдержки противовеса что и плюс они что же хотят эти компании показаться лучшим показаться лучше чем допустим какая стальная компания хочет сказать что у них лучше отчеты чем допустим американской стальной компании что они были открыты и так далее этого теперь не будет к сожалению но это огромнейший шаг назад который мы сейчас увидим на московской бирже дальше минфин рф будет предлагать отказываться от выплат дивидендов в банках это то есть сектор банковский уже по данным которые мы услышали неделю полторы назад 8 до 8 триллионов убытков сгенерирует банковский сектор по итогам 2022 таки прогнозы дают по моему даже цб такой прогноз дал и здесь конечно банковский сектор это сейчас его бетонной плитой просто придавило сможет ли он так быстро вылезти вопрос очень открытый вопрос допустим мы говорим про сбербанк а что теперь как сбербанк будет развивать свою экосистему когда у него полные блокирующие сайты то есть сегодня вышли данные о том что уже на телефон нельзя скачать допустим в ios платформе приложения скоро какой google play закроет да они там сейчас скорее всего посуетятся через какой-нибудь huawei маркет там попробуют и сделать но вопрос смогут ли потому что на блокирующие санкции могут приводить к тому что те кто будет работать с сбербанка могут тоже получить соответствующие санкции в ответ то есть получается сбербанк теперь не может работать точно уже да с американскими компаниями а это сервера тоже nvidia если помните у сбербанка был контракт с nvidia на поставки огромного количества запчастей для своего искусственного интеллекта который для своих баз данных для своих серверов программное обеспечение которое на эти сервера ставится тоже она в основном все американское это какие-нибудь oracle от какие-нибудь обеем это какие-нибудь sub то есть где и как они теперь смогут работать вопрос просто открыт то есть мы сейчас находимся в состоянии когда мы это не просто пандемии там кого упали отжались это то есть это невозможность банковскому сектору там ряду крупных банков просто покупать никакое программное обеспечение американское или покупать их сервера с учетом того что практически все производят американцы то есть я не знаю как они будут выходить из этой ситуации но это будет очень непросто то есть может быть то что сейчас работает еще будет как-то работать но что будет дальше это вопрос весьма весьма открыт я даже не знаю как они с этим как они переживут этот момент то есть банковский сектор конечно тяжелый вопрос там уже ряд брокеров перестала и не может вот допустим сегодня вышли данные по одному из брокеров что нету возможности теперь выплачивать скажем так зачитывать налоги американские то есть смотрите когда вы инвестируете в американские акции соответственно с вас там берется примеру 10 процентов налога на дивиденды и 3 вам нужно было доплачивать в россию сейчас вы будете платить 30 процентов дивидендов в сша плюс еще будете платить 13 процентов россии вот такой сегодня получили по моему газпромбанк инвестиции такое сегодня письмо распространится ли это все на всех брокеров или только на некоторых мы не знаем исправится ли эта ситуация в будущем не исправится мы тоже не знаем то то есть со всех сторон появляются дополнительные трудности в инвестировании как в россии так и за рубежом к сожалению видео то что есть то есть например вот сегодня руководство северные сегодня несколько дней назад руководство северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды ну это по понятным причинам тем более алексей мордашов попал под санкции сша и здесь сейчас вопрос о том как выходить из этой ситуации потому что алексей мордашов контролирует является контролирующим акционером северстали если он не сможет снизить свою долю доме не меньше чем 50 процентов то и вся северсталь попадет под санкции согласно опять же там за директивом всем этим и связи с этим еще совет директоров компании также решил временно не публиковать финансовую отчетность за первый квартал текущего года здесь очень важный вопрос не публиковать финансовую отчетность только за первые вообще в целом они промежуточные перестанут публиковать то есть ну вот мы видим такой серьезнейший серьезнейшие как бы разрушение да то есть разрушение вот этой корпоративной политики у ряда компаний то есть красивые отчеты ежеквартальные выплаты дивидендов по ходу остались в прошлом не знаю когда они смогут восстановиться может быть следующем году может быстрее но в моменте конечно тяжелая просадка что касается угольной части угольного то въезды говорились об эмбарго на российский уголь в рамках нового там пятого пакета на самом деле в студии вход не только уголь туда входит и то что российские корабли не могут входить в порты европейские то что и российские перевозчики не могут эти фуры въезжать там контейнеры из европы возить то есть это налагает серьезнейшие ограничений в экспорт и импортных операциях это получается задержки привоза товаров сегодня по рбк уже сказали что там коммерсант точнее рбк перепостила что уж там перебои с поставками строительных материалов в сантехники до этого выходили новости что вроде как запаса шин достаточно и принципе производит но неизвестно сколько то есть конечно же там ближайшие месяцы не знаю когда закончится на складах какие-то завезенные ранее товары не знаю может быть там к осени конечно в ряде по товаров в ряде целых списки огромные был дефицитного что больше нету это конечно лоб будет как раздавить то самое ввп вы не вы не купили вы откажетесь от ремонта не будете делать этот новый ремонт не будет люди завозить сюда эту технику соответственно ввп будет дальше 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 падать это конечно все очень очень на плачевном что касается еще угля то здесь тоже не так просто переориентировать экспорт вместо европы там возить в азию не забывайте что два маршрута это по транссибу да и баму там не пропускает способность на пределе и так уже работают да то есть там расширение сейчас идет транссиба с бамом и нельзя просто сейчас взять и весь экспорт допустим из европы начать как-то в азию гнать через порты дальневосточные да куда то может там сгрузит они это там не знаю в какой-нибудь порт на юге но куда да и сколько это объем то все равно потери здесь будет это очевидно неожиданно для нас ввели американцы но американцы на рае еще ожиданно отчасти да потому что они меньше всего теряют тем не менее европейцы больше всего теряет вместе с индии но ввели санкции на алросу алроса это 27 процентов мирового производства алмазов ну и соответственно как на это реагирует на самом деле новостей по этому поводу мало аналитики примерно сходятся вот примерно к такому тексту то есть текст заключается в том что якобы типа не беспокойтесь подумаешь как бы эти сша и европа все это все это там мы их там вертели все сейчас пойдет в индию все будет счастливы все будет прекрасно и алроса справится и будет классно но не забывать что находясь находясь находящийся под санкциям алроса это же проблема не только что вы не будете пострелять сша который там и так потребляла мало алмазов да это 30 процентов потребление это евросоюз как они будут расплачиваться в евро на будет расплачиваться они и алрос уже давно расплачивается в евро но захотят ли банки работать после этого до с компанией тоже не попросит ли они закрыть эти счета не будет ли проблемы с транспроизводством транзакциями то есть не будет ли алроса сейчас просто работать на склад вопросов здесь больше чем ответов и очевидных нету то есть в каком-то время мере действительно алроса справится если индия не будет разрывать контракт они здесь скорее всего не будет разрывать контракт потому что это и политически невыгодно и экономически невыгодно но 30 процентов которые в европу поставлялась будет ли на поставляться или это 30 процентов придется отложить и только на 70 процентах в индии работать то здесь тоже пока очень много вопросов и нет ответов значит полю золото здесь компания саида керимова продала 29.99 полюса структуре полонкоево теперь владеет 46.35 то есть действительно чтобы уйти из-под санкций потенциальных если бы наложили санкции на саида керимова то он перестал быть контролирующим акционером ну и соответственно если что под него полю золота бы не попало под санкций они сделали правильный ход и тем самым пока спасают спасают полю золота и полю золота сейчас чувствует себя прекрасно в отличие от поле металла поле металл себя чувствует гораздо хуже по двум причинам во первых это глобальные депутатные расписки то есть выплаты дивидендов из россии туда за рубеж невозможно дивиденды выплатить невозможно а второй момент полю поле металл может разделиться на две компании соответственно две трети это россия одна треть это казахстан тоже очень много непонятных ситуаций и поле металлов которые мы покупали до всего этого кризиса надеюсь что золотые компании себя покажет хорошо и в целом то мы угадали если мы посмотрим с вами на поле золота давайте откроем тот же поле золота мы увидим с вами один один момент полю золота давайте с двадцать четвертого февраля то есть но 22 с 22 февраля то есть мы как покупали до кризиса то есть 22 февраля он вырос то есть поле золота на который там на металлы мы ставили он сейчас моменте плюс 13 процентов это неплохо это очень неплохо а в то время как допустим тот же поле металл поле металл наш любимый он находится падение в свободном был падение то есть покупали 22 то есть он сейчас минус 22 ну относительно не так плохо потому что поле металл в в налоговской бирже упал процент на 60 на 70 в общем здесь как раз проблема гдр и праве то что компании зарубежные то есть вовремя не перевели их в россию а еще нефтяная отрасль она себя чувствует более-менее неплохо нефтяная отрасль единственное наверное исключение это у нас новотек потому что новотек по сути сейчас будет проблемно строить свой арктик спг-2 да и вообще в целом развивать направление по зажирению природного газа на ямале причина отсутствия оборудования которому недавно читал статью про новотек про его оборудование и там если мне память не изменяет то около они построили в итоге на в этом на который нас ямал спг у нас они построили на три линии по пять там миллионов там пять копейкам пять миллионов тонн по сжижению газа на ямал спг и построили потом четвертую линию уже на российском оборудовании но она там в районе миллиона тонн и вы из этой статьи исходил то что это оборудование часто ломается и простой происходит то есть оборудование вроде есть но но пока не позволяет большие объемы сжижать так плюс еще видите есть некий фактор ненадежности всего этого процесса поэтому конечно новотеку придется здесь сложнее потому что они сейчас строят арктик спг-2 то есть новые мощности и сейчас оборудование может уже и не хватить поэтому новотеку вот эти новый проект то есть цена новотека она закладывалась с премией потому что впереди было огромное количество проектов которые позволило бы новотеку там удвоиться в продаже сжиженного природного газа в мире сейчас инвесторы закладывают что это будет уже сделать очень и очень сложно к тому же сейчас последний месяц из российских активов совместных предприятий начали выходить крупные международные мейджоры это shell это exxon это тоталь это бипи они начали списывать миллиарды миллиарды долларов выхода то есть они по сути как и я не знаю как там сейчас на практике происходит но думаю они считают что эти активы которые у них есть в россии они без без возвратно потеряны то есть эти деньги они просто сейчас списывают больше всего потеряет судя по всему бипи списание будет вот они пишут что списание будет уби пи самый большой около 25 миллиардов долларов видимо в этом в эту сумму входит списание доли бипи в акциях роснефти то есть по сути сейчас за 6 рост нефт выплачивает дивиденды бипи их не может не может получить не может как-то взаимодействовать но они это сейчас будет списывать если в будущем конечно бипи сможет как-то это продать и вернуть они конечно восстановят эти деньги но пока они делают это как списание но и подводя итог финальный в моменте российский рынок наверно выглядит как-то вот так да то есть очень серьезно под повреждены до системы логистики переводов денежных санкций на 1 2 3 5 компании если берем банковский сектор как там работать крупным банком до с учетом того что они не могут взаимодействовать с американскими контрагентами поставлять новое оборудование новые сервера новые программное обеспечение выкладывать в веб-сторах там за google стурах эти google play то есть это тоже большая 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 препятствие там угольщиком не дают транспорт ником не дают там нефтянку да не дают технологии души то есть все выглядит очень тяжело и конечно им придется сейчас как-то перестраивается ждать то что мы восстановимся к тому что было там на начало 2022 года в ближайшие наверное годы не стоит кто-то быстрее до восстановится кто-то медленнее но так чтобы было все прекрасно и чудесно не будет точно в ближайшие скорее всего год-два это я не знаю не хочу заглядывать там дальше может быть а какие-то санкции будут там сняты или смягчены и тогда позволит там ряду секторов вздохнуть и спокойно получать это иностранное оборудование что-то будет в россии обязательно создано какое-то новое оборудование но создать с нуля огромный пласт программного обеспечения сервер серверного там не знаю чипов материнских плат ну невозможно это сделать там за два-три месяца или даже за год на это уходят года иногда десятилетия прогресса чтобы это сделать поэтому безусловно ситуация очень непростая и сильно один из выходов чтобы диверсифицироваться на блок при приложении акций то сейчас будет конечно криптовалюта надеюсь законодательство будет хорошим правильным который позволит привлечь на все больше и больше людей единственное цб говорит что все это пузырь скоро все надуется и все это лопнет но сделайте крипто рубль пускай будет крипто рубль на это крипто рубль будем покупать какой-нибудь крипто эфир да и вообще то есть почему бы нет какие-то фишки то есть россия должна сейчас на мой взгляд максимально создать благоприятные условия для крипто индустрии потому что зарождающийся отрасль который будет естественно трансформироваться где-то кто-то будет терять но в целом она будет развиваться если здесь еще упустить момент но тогда уж не знаю что тогда уже ничто да не спасет потому что крипто индустрию душить я не стал бы да то есть крипто индустрия должна развиваться цивилизованно но на мой взгляд она должна развиваться и тут кого чрезмерно тоже не надо заботиться о частных людях дайте им лимиты которые они могут потерять пускай в этих лимитах находится для для квал инвесторов принципе так и готовится закон квал инвесторы на той квал что они могут делать что хотеть и как хотеть вот что я хотел сегодня сказать не теряйте духа огромное количество возможностей у нас я уверен предоставится ближайшему будущему просто надо этот период как всегда пережить подождать у нас работают очень умные люди они что-то сделают что-то придумают лишь не все умные да но допустим компания позитив технологис вроде чувствует себя прикольно хотел сказать прекрасно в в нынешней обстановке я думаю со временем и многие компании станут на какой-то достойный уровень не на все наложены санкции ряд компаний работает прекрасно единственное что мы сможем действительно оценить какие компании в меньшей степени подвержены всему этому кризису наверно только вот месяца через три наверно четыре когда немножко осядет пыль и мы увидим что же все-таки произошло на этом все спасибо за внимание если вам понравилась моя аналитика обязательно ставьте лайки обязательно пишите комментарии мне очень приятно потому что если нету лайков нету просмотров нет комментов то есть мы теряется мотивация для вас сделать такие большие ролики на этом все всем пока опс всех обнимаю и до новых встреч до свидания а